Я сегодня в немножко непривычном формате, плюс меня, как правильно сказать, поставили в определенной рамке, которая мне, в принципе, нравится, рассказывать про будущее. Ну и, собственно, вот в рамках рассказа про будущее я и буду пытаться работать. Ну и начну с достаточно занудной вещи рассказать про то, в чем проблема моего рассказа про будущее, почему нельзя мне полностью доверять. Ну, во-первых, если вы посмотрели фотографии, на фотографии там бородатый мужчина в очках, а я без бороды и без очков. Это первое, что ожидание реальности всегда совпадает. Но это такая, скорее, внутренняя шутка. На самом деле, при разговоре про какое-то будущее, про какое-то развитие технологий, про какие-то такие важные и возвышенные вещи, ну, проще всего сказать, что это все бессмысленно, что все живем настоящим и забейте. И я бы так делать, честно говоря, не хотел, потому что, если ты не говоришь про будущее, то, ну, наверное, смысл, как-то острота ощущений теряется вот это все. Про будущее говорить, в общем-то, приятно. Другое дело, что чаще всего это все превращается в такие, ну, более-менее фантазийные истории, что как хорошо было бы, когда наступит межгалактический космический коммунизм, и тогда все будет бесплатно и в кайф. Но на самом деле, получается, далеко не всегда так. И, в общем-то, такие разговоры тоже достаточно бессмысленные. Я, собственно, хотел начать с того, что, ну, в целом, о чем я буду говорить, какие есть ограничения, почему я буду говорить именно про это. Еще немножко про свою аффиляцию. Я, действительно, уже три года работаю в фонде «Таланта успех» в научном парке «Сириус». Это бывший медиа-центр Олимпийского Сочи. Я занимаюсь проектной лабораторией биохакинг. Что это значит? Это значит, что каждый, там, не знаю, месяц иногда с перерывом к нам приезжает группа детей, 100-200 человек, и мы, конечно-таки, выступаем площадкой для их занятий. Сами мы занятия ведем редко, хотя тоже там есть определенный опыт именно работы с детьми. Но в основном мы занимаемся тем, что обеспечиваем инфраструктуру, обеспечиваем то, чтобы ученики со всей России могли с руководителями своими, тоже со всей России обычно, выполнять различные проектные либо учебные работы. Проектная работа с детьми – вещь такая достаточно хайповая, ну, если вы к этой среде имеете отношение. Чаще всего это то, что называется школьный проект. Я про это еще немножко буду говорить, потому что это, в принципе, с одной стороны, вещь очень соблазнительная, с другой стороны, в российских реалиях это превращается немножко в макабр. Но про это тоже будем говорить чуть-чуть. Вот. Ну, я хотел тезисно обозначить, собственно, какие ограничения будут в моем разговоре про будущее. Во-первых, как говорил один советский романтический концептуалист, будущее возьмут не всех. Ну, надо понимать это достаточно буквально. Действительно, многие из нас до этого будущего по естественным или неестественным причинам не доживут. Поэтому, когда вы думаете про будущее, очень часто какие-то вещи, в общем-то, эмоционально вас не должны никак затрагивать, ну, или меня они, по крайней мере, не очень сильно затрагивают, потому что я понимаю, что в этот момент меня, скорее всего, не будет. Понятно, что, более того, помимо чисто нашей специфики как биологического вида, не очень продолжительной жизни, не такой продолжительной, как хотелось, по крайней мере, бы многим, есть еще одна проблема, что будущее кажется, может быть, не очень приятным, ровно из-за того, что сейчас есть какие-то проблемы, ну, которые мы постепенно накапливаем, ни к чему хорошему это может и не привести. Я говорю и про социальные разные проблемы, связанные с расслоением совсем таким, я имею в виду, проблемы, связанные с неравномерностью распределения богатства планеты Земля, угрозы, связанные с загрязнением и прочее, прочее, прочее. Все эти страшилки, я думаю, что если вы чуть-чуть откроете интернет или телевизор, вы и без меня прочитаете. Я на этом не хочу сосредотачиваться, не хочу сейчас какую-то вокруг этого мифологию влезать. Просто надо понимать, да, что, когда я говорю про будущее, говорю вот конкретно про то, что, скорее всего, случится до того момента, когда я буду еще жив, ну, плюс-минус, и более-менее вот в том круге, в котором я нахожусь. Вот. Я, к сожалению, несмотря на то, что мне было бы очень интересно, не смогу приделать какие-то предположения, как там развитие каких-нибудь технологий или еще что-то повлияет на изменение Африки. Хотя, ну, кажется, что Африка очень важный континент, там много всего, возможно, происходит, но я про это ничего не знаю, кроме там чтения нескольких каналов в Телеграме. Это как бы несерьезная экспертность все-таки. Ой, это я сделал зря. Вот. Более того, надо понимать, что то будущее, которое мы представляем здесь, возможно, в будущем будет не так актуально. То есть будущее здесь и будущее воплощенное, это немножко могут быть непресекающиеся множества. И то, что нам сейчас кажется важным, там, бла-бла-бла, через 10 лет может оказаться, типа, ну, классно. Вот. Опять же, в примеры особо уходить не буду. Я думаю, вы без проблем что-то сами сможете себе представить. Это как-то вполне понятное ограничение. Важный момент, я, наверное, на нем буду сосредотачиваться на протяжении всего выступления, это то про то, что будущее неравномерно. Что же это значит? Это, ну, проще всего, это объясняется следующим слайдом, тем более я его уже показал, сообществом Киберпанк, которое вы заслужили, оно есть в ВКонтакте. Я, в общем, спокойно его, думал, что вообще просто оттуда мемо всю презентацию показывать. Но это, наверное, тоже не очень правильно. Соответственно, про то, что на самом деле очень часто какие-то высокие технологии, какие-то изменения, касающиеся достаточно фундаментальных вещей, происходят на фоне отставания в каких-то элементарных бытовых вещах. То есть мы говорим про будущее сложной вещи, делаем классный фестиваль, все здорово, все прекрасно, но при этом у нас все еще туалеты, которые используются там, ну, как-то не очень они нас к будущему призывают. Вот, но это как локальная ситуация, просто надо держать в голове, что кто-то будет рыбку уйдить, а кто-то охотится. Ну, и самое главное, что я, опять же, не готов в данной ситуации брать на себя какие-то ответственные экспертные роли, что будет ровно так, а не как иначе. Это мое мнение. Плюс к себе скажу, что за счет вот и предыдущего своего опыта, как научного сотрудника, и опыта в популяризации науки, и опыта, который у меня сейчас появился в связи с этой лабораторией, я много общаюсь с людьми, которые достаточно плотно работают с различными технологиями. То есть то, что называется там на протяжении пяти минут, могу поддержать с экспертом разговор так, что он не заметит, что я ничего там не понимаю. Ну, после пяти минут обычно я начинаю все-таки сцепаться, но какое-то время этот разговор поддерживаю. Ну, и примерно представляю, какие проблемы есть в разных областях, которые мне интересны. Мне интересна в основном химия, биология и нанотехнология. К сожалению, физику и во все остальное мне не хватает бэкграунда плотно погрузиться, хотя, кажется, там тоже происходит много всего интересного. На самом деле, немножко про физику я тоже говорить буду. Но так, насколько смогу. Надо признаться, что это мой второй опыт подобного рода выдачи прогнозов. Мне нравится, что, в принципе, это никакой ответственности на тебя не налагает. Но если окажется, что я где-то угадаю, ну, будет классно потом, там, лет через пять показать, типа, ха-ха, я же говорил. Но, надеюсь, так не будет. Как я уже говорил, я еще сейчас на этом хочу сосредоточиться. Важно, что мы, на самом деле, имеем дело с неравномерным наступающим будущим. И одновременно, если мы исходим с позиции, что я исхожу с позиции, что вам интересно для того, чтобы делать какие-то прогнозы на дальнейшее, там, для какой-то фантастики, для еще чего-то, да, понимать, куда будут двигаться технологии. Надо понимать, что это движение идет очень неравномерно. С одной стороны, за очень-очень большие деньги разрабатываются очень сложные, отличные приборы, которые решают, отлично решают многие проблемы. Параллельно с этим энтузиасты, ну, не то чтобы в гаражах, но в каких-то таких полуподпольных комьюнити, используют те технологии, которые уже, в принципе, были известны, там, с 80-х, с 90-х годов, просто делают их дешевле, лучше и доступнее. И это не взаимоисключающие процессы. Мне кажется, очень здорово, что происходит и то, и то, но и то, и то вносит свой вклад в будущее. И доступность технологий, и появление новых эксклюзивных технологий. Тоже про это немножко буду говорить уже на более конкретных примерах. Дальше. Тоже надо понимать, что когда мы начинаем думать про будущее, особенно то, что касается развития технологий, развития биотехнологий, развития каких-то лабораторных вещей, мы никуда не уйдем от ручного труда. С одной стороны, кажется, что это то место, которое можно и нужно улучшать, его будут так или иначе улучшать, потому что роботы становятся дешевле. Ну, робот имеется в виду не машина для убийств, а система, которая позволяет вам очень точно капать. Большая часть работы современного ученого — это капать маленькие объемы прозрачных жидкостей. Один микролитр, два микролитра, полтора микролитра, ну или один микролитр. Чем меньше объем, тем дешевле, потому что не нужно тратить дорогие реактивы, но тем нужно иметь высшую точность, потому что полтора микролитра капнуть уже достаточно сложно, если у тебя нет большого опыта. Ну и, собственно, то, с чего мы начинаем работу с детьми в лаборатории, мы их учим капать. Капать максимально равномерно, чтобы объемы были более-менее похожими. Эта процедура с легкостью выполняется роботом. Робот, ну вот, например, таким тиканом. Есть, ну, тиканы просто самые популярные, мне так кажется, есть аналогичные, более дорогие, более дешевые, там много разных вариантов. Штука очень удобная, выполняет работу по раскапыванию лучше, точнее, чем любой студент. Проблема в том, что у нас стоит дороже, плюс к ней должен быть оператор, программист, который должен получать немножко больше, чем студента по уставке, который может работать на вас практически бесплатно. Ну и, собственно, многие научные лаборатории сталкиваются ровно с этой проблемой. Купить дорогой прибор, который будет все делать ровно и аккуратненько, и которому потребуется расходка, потребуется обслуживание, либо там нанять полубесплатную рабочую силу, которая будет все делать с ошибками, но при этом бесплатно. Ну и все выполняют эту проблему по-разному, хотя на самом деле кажется, что фактически получаются немножко параллельные социальные ситуации, что кто-то берет за счет массовой полубесплатной рабочей силы, а кто-то берет за счет, так сказать, высоких технологий. Хотя понятно, что таким роботам все проблемы не решить лабораторные. Собственно, для меня это главная проблема, главный вызов, с которым я как-то сюда и подхожу, что, к сожалению, далеко не все процессы можно автоматизировать. И так или иначе мы все равно будем завязаны на то, что у нас очень высокая роль человеческого фактора, то есть того фактора, который будет зависеть от подготовки специалиста, от мотивации специалиста, от его квалификации и всего остального. Поэтому, когда мы говорим про будущее, мы должны думать не только про технологии, но и про образование, что, в общем-то, мне кажется, вполне очевидно. Кроме того, когда я представляю себе будущее, опять же, это, возможно, моя парадигма, вы существуете в другой. Я очень часто представляю себе будущее в формате музея, когда у нас есть некая экспозиция, в которой рассказывается про что-то, что было сделано. Собственно, как пример такого будущего из прошлого, как ретрофутуризм, наверное. Это прекрасная собачка. На самом деле, это одна собачка с двумя головами. Это фотография из музея истории медицины в Риге. Очень рекомендую его к посещению. Просто удивительно советский консервативный музей, который просто взяли и зафиксировали. Туда можно прийти, и там, в общем, про достижения советской науки. В частности, про пересадку головы от одной собачки к другой. Сами понимаете, что в свое время это достаточно популярная и важная технология. Наверняка, если мы попытаемся себе мысленно представить неких футуристов того времени, наверняка они говорили про то, как важно для хирургии было научиться пришивать голову одной собаке к другую. Какие это даст возможности в будущем. Понятно, что сейчас это кажется как минимум странно, но в лучшем случае немножко так. Я даже не знаю, как это описать, но у меня очень странные чувства, когда я вижу этих двух радостных собачек, а там действительно такая очень миленькая чучелка, которая, ты потом понимаешь, что у него просто головы пришиты. Это вот результат работы советских хирургов. Они одну из голов продержали на таком пришитом состоянии достаточно долго, пока мозг не умер. Безусловно, вещь интересная, но кажется, что она немножко в себе. Соответственно, когда мы думаем про таким образом, музейным образом, про технологии, мы очень часто вырываем какие-то вещи, которые кажутся нам типа «вау, классно же, вот там голову пришили». Хотя, на самом деле, в будущем от них мало что останется, в лучшем случае какой-то не очень понятный экспонат. Ну и, наконец, для того, чтобы понять на таком простом примере, как влияют социальные процессы и на музеификацию, и на стерификацию будущего, и стерификацию текущих процессов с точки зрения будущего, две истории. Истории про методы. Меня вообще в последнее время очень волнуют методы. Как они выполняются, как их делают, зачем их применяют. Вот прямо дико интересная вещь. Два метода. Один метод хроматография, другой метод полимеразной цепной реакции. Чуть-чуть расскажу про них. Просто я действительно не представляю, какая у вас подготовка. Может, вы это все знаете, тогда я делаю лишнюю работу. Но лучше рассказать, чем не рассказать. Метод хроматографии. Там, на самом деле, очень много разных его модификаций. Но если совсем просто. Я расскажу сразу про жидкую хроматографию. Хотя, на самом деле, есть другие варианты. У нас есть бутылочка. В бутылочку мы забили некий сорбент. Это может быть любое вещество. Мел, например. Это может быть специальные гранулы вещества. Да что угодно. Главное, чтобы это вещество содержало большое количество пор. У него была большая поверхность. И к этой поверхности лип один из компонентов того, что мы сюда нанесем дальше. Дальше мы наносим растворитель. И сверху капаем небольшое количество вещества, которое мы хотим разделить. В хроматографии этот метод разделения. У нас есть смесь сложных веществ. Мы их нанесли сюда. Дальше они начинают протекать через нашу колоночку. Либо за счет того, что мы подали сюда давление, либо за счет чего-то еще. При этом разные компоненты нашей смеси неравномерно цепляются за поверхность порошочка, который мы сюда насыпали. Таким образом, что отсюда они выходят не все сразу, а по отдельности. Это достаточно старый метод. И изобретенный российским, русским ботаником Михаилом Семеновичем цветом. Не перестаю радоваться хроматографии. Цвет, цвет хроматографии, мне кажется, дико смешно. Михаил Семенович умер и похоронен в России, в Воронеже. Работал много в Петербурге. На самом деле, можно наткнуться на мемориальные доски в его честь. Важно, что он официально считается изобретателем хроматографии. Причем эта хроматография была не то, что переоткрыта, но перевоспредведена через 10 лет. Проблема в том, что хроматография — это основа вообще всей современной методологии. От исследования нуклиновых кислот, ДНК, РНК, всяких модных вещей, типа того же самого секвенирования, и до таких достаточно сложных методов аналитической химии, как МАССПЕК, ХРОМАС и прочие-прочие, которые позволяют анализировать отдельные вещества, отдельные компоненты смесей. Тоже очень важно, я тоже про них чуть позже расскажу. То есть, согласитесь, вещь прямо очень фундаментальная. Происходила буквально меньше, чем 100 лет назад рядом с нами. Вопрос. Я понимаю, что здесь не совсем равномерная выборка, но кто из вас слышал про цвета, про его изобретение хроматографии, до того, как я про это начал рассказывать? А вот биологии-то, его там не очень много. Там не то, чтобы огромная страница с надписью «Цвет», смотрите, он наш, он классный, смотрите, что он придумал. Неа. А почему так? Ну, я виню в этом исключительно идеологическую направленность тех учебников, которые есть у нас, потому что это наследие учебников советских. В Советском Союзе как-то не очень любили, что в Российской империи было что-то, что можно было использовать. Поэтому и виноградский цвет, они как-то проходят под радарами. Хотя, безусловно, вещь очень важная, интересная и нужная. Второй ученый — это Керри Мюллис. Очень интересный персонаж, фотография с его Тед Толка. Очень рекомендую его посмотреть. Действительно, классно рассказывает про то, как наука должна действовать. Действительно, очень-очень интересный человек. Он получил Нобелевскую премию за метод полимеразной цепной реакции. Там, наверное, нужно погрузиться в подробности. Что это такое? Этот метод, который позволяет вам в пробирке поставить реакцию, которая приведет к тому, что у вас определенного фрагмента ДНК станет очень-очень много. Не всей ДНК, которая есть в пробирке, а вот строго определенного фрагмента. При этом этот фрагмент вы можете подобрать так, что вы будете таким образом узнавать какие-то уникальные последовательности ДНК. То есть можно, например, взять с помощью этого метода образец ДНК со стаканчика, выделить ее и понять, кто из 10 человек из этого стаканчика пил. Немножко утрирую, но чуть позже про это расскажу чуть подробнее. Метод тоже крайне важный для всей биологии, буквально без него вообще никак. Оказывается, что и… То есть действительно базовый метод для всей биологии современной. Кэрри Мюллис работал в компании частной, собственно, то, за что радовал предыдущий спикер. И фактически работал как инженер. Существующий фундаментальную реакцию, которую до этого сделали шведы, он смог превратить в реакцию удобную, потоковую, которую легко поставить в каждой лаборатории. Естественно, его любят и ценят. Нобелевский лауреат, человек удачно попал в социальный контекст. Более того, если посмотрите его некоторые высказывания, они такие, ну, не очень бы понравились для данного фестиваля, начиная от отрицания глобального потепления и заканчивая там различными историями про память воды и прочую радость и гомеопатия. Но при этом, что ты ему скажешь? Он нобелевский лауреат, а ты кто? Вот и все. То есть, видите, два буквально важнейших метода, на которых стоит современная наука. При этом один не очень известен, второй, ну, на самом деле, чуть тоже, наверное, не так известен. Я не буду спрашивать, сколько человек знает, кто такой Мюллис. Но человек гораздо более популярный, гораздо более оставивший свой след в науке. Поэтому, когда мы говорим про будущее и про какие-то влияния, которые на это будущее окажет еще кто-то, возвращаемся к тому, о чем я говорил вначале. Очень важен и социальный контекст, и где это будущее наступит, и будете ли вы в этом будущем или нет, или вас туда не возьмут. Ну, это вступительная история. Собственно, перейдем к различным прогнозам. На мой взгляд, делаю утверждение, как до этого говорил, особой ответственности за него нести не хочу. Делаю утверждение про то, что основная тенденция к развитию науки, биологии, химии, нанотехнологии, это повышение внимания к различным деталям. Ну, в качестве примера взял известную работу фотореалиста, которая выглядит как портрет, но если к нему присмотреться, видно, что он состоит из таких маленьких-маленьких фрагментиков. Примерно так же аллегорически представляю, как работает современная наука. Что мы сначала научились воспринимать человека как единое целое, плюс-минус, тоже есть нюансы. Постепенно понимаем, что он состоит из отдельных фрагментов, из клеток, клетки из отдельных молекул. И если мы до этого рассматривали все эти клетки и молекулы, ну, как более-менее гомогенное нечто в пределах одного человека, сейчас мы понимаем, что все эти молекулы, как минимум, очень сильно разные. И клетки и молекулы отсюда, из мозга, из пищеварительной системы, у меня, у одного, будут очень разные. Более того, у меня и у вас, они будут разные, разные по-разному. Немножко звучит тавтологично, но, может быть, чуть позже про это объясню. И, соответственно, оказывается, что очень много усилий будет направлено не только на открытие каких-то глобальных вещей, фундаментальных изменений представлений о живой природе, доказательства наличия псионных лучей или еще чего-нибудь таких веселых вещей, к сожалению, а к уточнению деталей и феноменов, которые мы уже наблюдаем. Ну, например, различные примеры неменделевского наследования. Когда у нас наследование признаков идет не так, что у папы и мамы были какие-то признаки, потом хоп, они у детей, а что-то нечто более сложное. Ну и в целом про это я тоже буду говорить, про признаки их взаимодействия. Первое, к чему стоит присмотреться и от чего стоит ждать чего-то интересного, это нанотехнологии. Я понимаю, что у нас, благодаря своеобразному восприятию различных программ по нанотехнологиям, не всегда это слово используется как наука, а не как синоним каких-то странных схем. Тем не менее, нанотехнология штука дико интересная, интересная по ряду факторов. В частности, чтобы не говорить общими фразами, перехожу к каким-то более конкретным вещам. Например, один из наиболее популярных инструментов в нанотехнологиях это атомная силовая микроскопия. Метод открыт достаточно давно, в 80-х годах. Фактически, несмотря на то, что это называется микроскопия, по факту это больше похоже на ощупывание поверхности. Что имеется в виду? У нас есть так называемый кантиливер, то есть такая полочка, на конце которой очень острая игла. Буквально радиус закругления этой иглы составляет несколько нанометров. Обычно это кристаллик кремния, специальным образом выращенный. Эта иголочка закреплена на пьезоэлементах, которые позволяют ее передвигать с очень высокой точностью. Опять же, с разрешением буквально несколько нанометров. На всю эту пластинку подводится напряжение, что заставляет ее колебаться. То есть у нас получается такая иголочка, которая нечто похожа на граммпластинку, вот эту иглу граммпластинки, только она при этом трясется, которая трясется рядом с поверхностью. Трясется так, что при контакте с поверхностью контакт там происходит больше на уровне электронных облаков. То есть она на самом деле не то, чтобы с этой поверхностью напрямую контактит. Ее колебания немножко меняются. А дальше стоит сложная программа, которая эти колебания обсчитывает. Ну и компьютер нам моделирует какую-то вот такую картинку. Соответственно, это может происходить с разным уровнем детализации, может быть побольше, может быть поменьше. Здесь не очень маленькая картинка, но просто она наша, вот нами получена, что приятно. Это на самом деле бактерии. То есть это не совсем не наноуровень, это очень большие структуры с точки зрения нанотехнологий. Но прелесть в том, что такие микроскопы, они сейчас за счет того, что их научились делать достаточно дешево, они сейчас есть буквально везде. Ну как буквально везде? То есть мне кажется, что они буквально везде, что я знаю несколько школ, где они есть, есть различные кружки для детей, где они есть, и буквально есть программы, когда дети там с достаточно младшего возраста с такой штукой научились работать. То есть налицо метод, который широко распространен и который доступен для того, чтобы его освоить. Ну я достаточно, мне кажется, просто его рассказал. Обычно детям примерно так же рассказываю. Понятно, что очень много нюансов, деталей, которые я сейчас сознательно опускаю. Тем не менее. Более того, за счет того, что параллельно к этой иголке можно приделать много разных модификаций, так что, например, можно ее закруглить и можно измерить давление. Она будет давить, не колебаться, а именно что давить. Мы можем измерить давление внутри того объекта, который мы исследуем. Можно туда приделать какую-нибудь специфическую молекулу, которая будет взаимодействовать с какими-нибудь рецепторами на поверхности клетки. Специфические взаимодействия, тогда мы можем понять, где эти рецепторы на клетке расположены. Можно заставить ее поверхность царапать. Тогда она будет наносить на эту поверхность какой-то узор. Кто-то сделает портрет любимого человека, а кто-то сможет сделать радиоантенну наноразмерную. Ну и так дальше. То есть кажется, что это очень многопрофильный инструмент. Он широко распространен. Его можно и нужно модифицировать. И если самые дешевые приборы стоят, условно говоря, 200-300 тысяч, то самые дорогие могут за 100 миллионов уходить за счет того, что там есть камеры разные, всякие системы дополнительные, и прочее, и прочее, и прочее. И за счет того, что его можно применять к очень разным объектам, мне кажется, в ближайшее время, условно говоря, лет 10, будет много исследований, связанных с применением конкретно вот этой методики ощупывания разных поверхностей на наноуровне и открытие с этим связанным. Несмотря на то, что метод на самом деле имеет ограничения, у него там есть свои как бы косяки и сложности, но, тем не менее, метод интересный, метод важный, и, мне кажется, на него стоит обратить большее внимание. Дальше. Помимо исследования таких в области нанотехнологий, сейчас очень много денег, внимания ученых и прочее, и прочее, приковано к различным технологиям, которые заканчиваются на омике. Ну, их так и называют омике, 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 веселые омике, потому что похоже на веселых гномиков, но это скорее в области шутки. На самом деле, эта технология связана с различным анализом отдельных молекул, молекулы нуклиновой кислоты, метаболиты, и, соответственно, большая часть из этих технологий наверняка у вас на слуху, часть из них чуть менее популярна, там какая-нибудь липидомика, тем не менее, они все постепенно внедряются, сейчас они существуют на уровне, грубо говоря, эксклюзивных вещей, постепенно их становится больше, лучше, получают больше распространения, ну, так сказать, врываются в нашу жизнь. О чем я имею в виду? Что я имею в виду, точнее? Ну, например, одна из популярных технологий это секвенирование ДНК. Мы сейчас имеем возможность, я про это чуть позже скажу, про экономическую составляющую, но мы сейчас можем не очень дорого секвенировать, точнее, узнавать большую часть последовательности ДНК различных людей. Это действительно недорого и, в принципе, доступно. В связи с этим появляется большое количество различных амбициозных проектов, которые пытаются связать разные последовательности ДНК у человека с разными важными признаками. Ну, там, различные медицинские истории. Меня больше всего интересуют разные исследования на стыке биологии и когнитивных наук, когда ученые пытаются связать какие-то типы поведения с различными генетическими маркерами. И это действительно очень интересно, потому что кажется, что с одной стороны это находится на грани этики и попахивает немножко таким антиутопия в духе Гатаки. Это кино, мне кажется, все смотрели. Если не смотрели, то посмотрите. Оно, мне кажется, не потеряет актуальность никогда. Что, с одной стороны, это попахивает немножко антиутопия на ровне Гатаки, а с другой кажется, что таким образом получаются подтверждения различных когнитивных либо психологических вещей. Я захожу сейчас в область, которую я совсем слабо понимаю, но вот буквально на днях с коллегами обсуждали работу, где ребята с помощью методов генетики пытаются подтвердить существование большой пятерки в психологии. Ну, если вы знаете, там такое очень странный метод, который, в общем, породил кучу всяких псевдонаучных вещей, когда людей били на группы и в связи с этим делали какие-то выводы от системной векторной психологии до каких-то еще более фриковых историй, хотя куда фриковые. Но при этом, вроде бы, как у одной из этих вещей, которая тоже выглядит очень подозрительно, если ты не психолог, если ты не когнитивист, но вроде бы, как есть какие-то элементы, которые генетически подтверждают, что страшновато. Но это, в общем, действительно непонятно, как это будет работать. Я не уверен, что это будет работать, как в ГАТОке, когда у человека будет генетический паспорт и все, шаг лево, шаг вправо, никуда. Но явно, если это реализуется, если это подтвердится, и если технологии действительно станут еще более доступными, чем они есть сейчас, ну, явно у нас будет сильно изменено будущее, сильно изменено социальное устройство. Чуть про более так, прошу прощения, про более веселые вещи. Это тоже омики, связанные с работой данных генов, то, что называется транскриптом. Это очень важная технология, ее сейчас много где применяют, и явно ближайшие 5-10 лет будут получены существенные результаты, которые к тому же будут очень важны конкретно для вас, чем бы вы ни занимались. Попробую объяснить. Транскриптомный анализ позволяет сравнить между собой работу генов в двух разных объектах. Ну, например, то, что близко мне, то, что мне более-менее понятно. Мы берем растение, одно растение помещаем в нормальные условия, где ему хорошо и комфортно, другое помещаем в холод. У растения, которое в холоде, возникает холодовой стресс. Соответственно, сравнив транскриптом одного и второго, мы можем понять, какие гены изменили свою активность в ответ на холодовой стресс. Как только мы поняли, что это за гены, дальше мы можем понять, в каком направлении мы должны модифицировать это растение и или двигать селекцию так, чтобы получить более холодостойкие сорта. Это достаточно простые очевидные вещи, если немножко понимать, как это работает. Там очень много нюансов, это дорого, сложно сделать пробу подготовку, сложно сделать корректный эксперимент, много но. Но, тем не менее, такая схема эксперимента возможна, она точно применяется для многих значимых сельскохозяйственных растений, ну и, соответственно, кажется, что в ближайшем будущем селекция будет очень сильно отличаться от того, что есть сейчас, хотя, если честно, на самом деле, достаточно бывает высокотехнологичное. Я про это чуть позже еще буду говорить, собственно, не случайно, здесь в качестве иллюстрации плантации чая. Это экспериментальные плантации чая в поселке Учдере, на которых идет работа, в том числе связанная со стрессом, который занимается не цветоводствой субтропических культур, с которыми мы очень плотно работаем вместе вот как раз над различными историями с чаем связанными, потому что хочется сделать чай все более и более холодостойким. Дальше. Как я говорил, в данной ситуации возникает интерес к отдельным фрагментам целой мозаики. То есть, если мы до этого смотрели на человека целиком, типа, ну, классно, есть иммунная система, то сейчас есть технологии, которые позволяют не просто изучать какие-то большие объемы клеток человека, тысяча штук, это уже много, а изучать там буквально отдельные клетки, в том числе отдельные клетки иммунной системы. И эта вещь, в принципе, уже существующая, там, как бы, куча публикаций, да, я сейчас не говорю про какие-то области, там, находящиеся за гранью понимания, это уже есть. Вопрос просто, как это выльется, в будущем. Это различные исследования, которые позволяют проследить судьбу и проследить специфику каждой отдельной клетки иммунной системы. О чем я говорю, вы помните, да, как у нас работает иммунитет, что мы столкнулись с каким-то патогеном, вирусом, там, что угодно. Дальше мы, мы, наша иммунная система, его каким-то образом переварила, если мы после этого выжили, то кусочком переваренного патогена у нас образовались антитела. Антитела вырабатываются достаточно специфическими клетками, которых не очень много, но если приходит вновь этот патоген, их становится резко статусного очень много, и у нас снова появляется много-много антител. нас не нужно будет долго ждать, пока вся эта система сработает. Надеюсь, более-менее понятно, это, в принципе, есть в школьной программе, может, вы это все помните, я поэтому так по верхам бросаюсь. Так вот, сейчас мы фактически можем не просто сказать, что вот такие клетки есть, а посмотреть, на какие именно фрагменты патогена они начали вырабатывать антитела. Более того, мы можем понять, на какие еще фрагменты есть, на какие еще фрагменты патогена есть клетки, которые выработали антитела, потому что очень часто вырабатывается не на один кусочек, а сразу на много разных. И не до конца понятно, как это может работать. Не до конца понятно, ну, например, мне, как это может войти в клиническую практику, в жизнь каждого человека. Тем не менее, кажется, возможно, это та же самая собачка с двумя головами, но кажется, что это крайне перспективная технология, если мы научимся анализировать транскриптом, геном отдельной клетки, ну, явно наше представление о человеке станет больше, лучше, дальше, ну, естественно, возможно, какие-то новые болезни или другие вещи мы сможем лечить достаточно активно. Ну, и, наконец, вещь достаточно фундаментальная, интересная, но, тем не менее, ой, я еще забыл про один омик рассказать, это то, что по совокупности называется метаболомика, и то, что, опять же, связано с хроматографией, то, с чего мы начали. Дело в том, что хроматография настолько прекрасный метод, что, если мы вернемся к этой мощной аналогии с хроматографической колонкой, из которой выходят разные вещества, если мы сюда прикрепим еще один дорогой сложный прибор, который позволит не просто эти вещества регистрировать, типа, есть здесь кто-то или нет, а их еще и анализировать, то мы можем таким образом получить анализ смеси и идентифицировать разные вещества в достаточно сложных смесях. Но то, что интересно мне, то, что я сейчас более-менее так слежу, это различные исследования метаболомные, связанные с чаем, где достаточно большие ресурсы вкладываются в то, чтобы понять вообще, из чего чай состоит, из каких, какие вещества там есть, на что они влияют и как они модифицируются под различным, так сказать, в зависимости от различных условий. Интересная статья, где пытались анализировать метаболом чая по-разному приготовленного. Ну, вы помните, да, что черный, зеленый, белый чай, это на самом деле те же самые листья, просто немножко по-разному приготовленные. Соответственно, там ребята очень внимательно начали изучать, чем будут отличаться белый, черный и зеленый чай, собранный с одного и того же куста, но приготовленный по-разному. Ну, в общем, я не хочу эту статью пересказывать, не то, что там какие-то шокирующие открытия, но уровень детализации, уровень применения сложных машин, сложных эксклюзивных вещей для анализа достаточно простых вещей, ну, меня лично впечатляет, да, и кажется, что если сегодня они анализируют чай, а чай очень сложная, очень многокомпонентная смесь, то завтра и послезавтра это может быть что-то более сложное, да и в принципе с чаем бы разобраться тоже было неплохо. Слишком много объектов. Как и обещал, немножко про секвенирование картинка, которую вставляют везде, когда говорят про секвенирование и про различные омики тоже, про то, как классно мы будем жить в светлом будущем. Это стоимость одного генома в зависимости от времени. Ну, и здесь очень хорошо видно, что давным-давно, когда начинались, только начали секвенировать геном человека, это стоило очень дорого, потому что требовало усилия огромного количества научных групп, их координации, это большой трудоемкий процесс. Сейчас секвенировать геном стоит очень дешево. Безусловно, так, все правда. Ну, тем более, как глупо спорить с такой серьезной картинкой и статистикой. Тем не менее, надо понимать, что здесь есть определенное лукавство. Считается стоимость за один секвенс, имея в виду, что у вас есть отлаженная система производства этих секвенсов. Что имею в виду? Вот здесь секвенировали на секвенаторах первого поколения, каждый из которых условно стоит, ну, не знаю, там, если брать не очень навороченную, пусть 3 миллиона. Это не очень много для научного оборудования. Ну, на самом деле, действительно, не очень много, 3 миллиона там, ну, плюс-минус, каждый может себе позволить, да, такой секвенатор. Плюс к нему будут реактивы, сколько это стоит. Ну, и каждый запуск такого секвенатора дорогой. То есть, для того, чтобы там прочитать, условно говоря, тысячу букв, понадобится реактивов там на тысячу рублей. Это дорого. А для того, чтобы работать на секвенаторах второго и третьего поколения, действительно, там каждая стоимость буквы будет сильно дешевле, чем у секвенаторов первого поколения. Но там сам прибор может стоить на порядок дороже. То есть, современный секвенатор будет стоить, не знаю, 100 миллионов. На нем, естественно, читать вы будете больше, дальше, лучше и дешевле. Но, во-первых, к нему будет специалист, который с ним будет работать, и он будет стоить дорого. К нему будет стоить специалист, который анализирует то, что он прочитал, и это тоже будет стоить дорого. Ну, Ну и сам прибор будет стоить дорого. Несмотря на то, что конечный продукт стоит дешево, то вся машинерия становится менее доступной и на самом деле превращается в черный ящик, который специалисту оказывается не очень… ну не то, что первого поколения были доступны для неспециалистов, но тем не менее. И это на самом деле очень интересная тенденция, что все радостно обычно заявляют про то, что секвенирование становится все дешевле и дешевле, потерпите еще чуть-чуть, мы сейчас всех отсеквенируем, безусловно. Но здесь есть нюанс. И возможно, отсеквенирует-то отсеквенирует, но данные эти будут, ну, может быть, не очень открытые, а может быть, будут использованы как-то так, как вам не понравится. И тут мы переходим к еще одной интересной истории, собственно, про использование данных, которые вам не понравятся. Здесь стоит, что я буду шутить про биохакинг, я действительно буду шутить про биохакинг, что вот этот человек один из первых биохакеров, наверное. О чем идет речь? Понятно, что когда появились все эти технологии, связанные с генами, их достаточно быстро начали встраивать в различные… в институции, которые связаны с идентификацией личности. Ну, я имею в виду криминалистику. И много было работ, там, на грани работ научных, фундаментальных и прикладных, когда идентифицировали личность человека с помощью оставленных им следов. Например, костей таким образом идентифицировали остатки царской семьи. Очень интересная была история, ну, к тому же там много известных ученых в этом участвовали. Или, например, идентифицировали людей, совершавших преступления по тем следам, которые они на месте этих преступлений оставляли. Это, в принципе, тоже, ну, более-менее отработанная процедура. Сложности она не вызывает. Если на месте есть какая-то биологическая жидкость, которую оставил преступник, кровь или еще что-то, или волосы, а так или иначе это все равно останется, ну, можно его там как-то вычислить. Понятно, что это происходит не всегда, там много-много-много понятных ограничений. Тем не менее, такие технологии уже есть, они уже присутствуют и все такое. Собственно, причем здесь вот этот вот доктор Джон, я не очень уверен в его транскрипции, Шнеббергер, это очень интересный персонаж, он работал в Канаде, хотя учился в Африке. В Канаде в какой-то момент его обвинили в том, что он напал и изнасиловал пациентку. В общем-то, неприятное обвинение. Ну, он сказал, что ничего такого не было, давайте проверим. Взяли образцы биологических материалов с потерпевшей, взяли образец крови от этого человека, не совпадает. И дальше началось интересно, потому что официальная версия, которую, ну, как и в прессе есть, и про нее как бы официально пишут, про то, что этот доктор сделал себе некую специальную конюлю, нет, не конюлю, как называется, трубочку с чужой кровью, которую засунул в вену. И когда у него брали из вены кровь для анализа, там была кровь другого человека. И таким образом его образец ДНК и образец ДНК с жертвы не совпали. Таким образом он обманул систему, ну, собственно, поэтому шутка про биохакинг. На самом деле, когда я пытался эту историю обсуждать с коллегами из Следственного комитета, которые занимаются вот прицельно подобного рода работами, они очень сильно сомневались, что человек, который берет кровь из вены подозреваемого и не видит там вот этого устройства, ну, это как-то очень странно. И вполне возможно, что это либо ошибка, либо подкуп, либо еще что-то. Здесь, опять же, нельзя исключать ни ту, ни другую версию. По крайней мере, я не готов там сказать, что это было ровно так или ровно так. Тем не менее, это первый такой известный пример, когда человек эту систему пытался достаточно успешно обмануть. Понятно, что чем дальше, тем больше мы подобного рода истории будем слышать. Потому что, в принципе, если тебя идентифицируют по ДНК, есть большой соблазн эту систему как-то обойти. То есть, либо украв ДНК другого человека, подбросив ее, либо сделав еще что-то такое же, киберпанковское. Но, так или иначе, это то будущее, которое рано или поздно наступит. И к этому мы тоже должны быть готовы. Продолжаем историю. Я уже, на самом деле, подхожу к концу. Правильно, мне осталось немного. Попробуем подняться на уровень чуть выше, поговорить от молекул, перейти к отдельным клеткам. Клетки тоже, безусловно, важно, нужно и интересно. И то же самое. Есть большое внимание не просто к совокупностям разных клеток, тканям, а к каждой конкретной клетке человека. И не обязательно человека к каждой конкретной клетке, которой следует исследователь. Например, есть такой очень интересный метод. Он появился, опять же, достаточно давно, но сейчас он выходит на тот уровень, что он становится дешевым. Это метод так называемого оптического пинцета. С помощью лазерного луча, направленного в оптическую систему микроскопа, вы можете с помощью очень хитрой физической магии, я на самом деле могу, наверное, объяснить, как это работает, но я настолько уверенно себя чувствую, чтобы это делать как-то не в приватном разговоре. Поэтому пусть это будет физическая магия, когда лучом лазера, направленным на частицу, создают такие условия, что этот луч лазера частицу хватает. И если вы будете лазер двигать, эта частица будет двигаться за этим лазером. Соответственно, если вы таким образом поймали клетку, например, эта клетка будет двигаться туда, куда вы захотите. Таким образом можно, например, взять развивающееся животное и одни клетки просто ручками притащив, заменить на другие. Почему я вообще про эту историю вспомнил? Потому что сейчас есть подобного рода системы, которые собираются из подручных средств, в общем, не очень дорого. Я видел микроскоп, который вот так вполне себе уверенно работает, с общим бюджетом порядка, по-моему, 5 миллионов. Это очень дешево, потому что там сам микроскоп дорогой, плюс все лазеры дорогие. Но когда их собирают, получается не очень дорогая вещь. Кажется, что сейчас это исключительно такая игрушка для ученых, которые могут эти клеточки туда-сюда подвигать, посмотреть, что меняется. Но явно эта вещь, эта технология в будущем имеет очень большую перспективу, начиная от прицельного изменения тех же самых эмбрионов, как я говорил, но заканчивая каким-то более странными и макабрическими вещами. Я сознательно не говорю, что там может быть. Я говорю, что там, наверное, что-то может быть интересное. Но мне не хватает фантазии, чтобы это реализовать. Более того, сейчас уже, как сейчас, они, на самом деле, известны технологией 40-х годов. Но сейчас она внедряется очень широко. Технология анализа больших количеств клеток сразу. Ну, вы, наверное, помните из общего курса биологии, наверняка читали что-то дополнительное, что у нас есть такие клетки, которые называются лимфоциты, клетки белой крови и которые, в общем, в крови как-то функционируют, и на них завязан весь приобретенный иммунитет. Вот все эти антитела, Т-клетки и прочее, прочее. Если смотреть на них в микроскоп, то, во-первых, их очень немного. Во-вторых, они все выглядят примерно одинаково. Вот такие вот шарики. Наверное, там их можно отличить одни от других. Если мы имеем дело с достаточно профессиональным гематологом-гистологом, то, наверное, он этот вопрос скажет, что это именно за клетки. Но в целом они очень похожи друг на друга. Сейчас появились технологии, которые позволяют эти клетки достаточно сильно друг от друга отличать. По тому, какие на поверхности этих клеток есть рецепторы. Причем анализировать сразу большой объем данных. То есть не 5 клеток, которые там насчитал лаборант среди 10 тысяч проанализированных, а там, не знаю, взять сразу 50 тысяч и проанализировать на них, получив таким образом 20-30 клеток. Это очень сильно соотносится с тем, что я говорил про секвенирование ДНК в отдельных иммунных клетках. Но также это связано с различным появлением новых клеточных типов, то есть определением новых клеточных типов и пересмотра роли различных типов клеток и их взаимодействия в иммунной системе. Иммунная система, на самом деле, это очень важная вещь. И если в ближайшие 10 лет там будет прогресс, то это будет очень интересно. Когда я говорю про то, что мне не хватает фантазии представить, как это должно работать, ну, я имею в виду, что помимо вот всей этой науки существует очень важный для понимания будущего пласт, это так называемый science-art, техно-биологическое искусство. Я знаю, что на фестивале сейчас очень мощные спикеры по этой теме. Я не хочу залезать на их территорию, тем более у меня про другое немножко. Но, тем не менее, вот про использование отдельных клеток, про использование клеток, очень хорошая работа Гай Бенари, художника, который называется Cell F. Это музыкальный инструмент, который управляется клетками. То есть вот эта вся прекрасная штука управляется с помощью популяции нервных клеток, которые выращены из стволовых клеток художника. То есть он себе сделал как бы такое подобие своей нервной ткани, которая занимается тем, что играет музыку. Я очень это схематически описываю, просто чтобы вы понимали, что на самом деле почти все технологии, про которые я говорил, их можно применить очень неочевидным образом. И это явно будет сделано либо художником, либо кем-то еще. Ну, а, собственно, почему нет? Наконец, когда я говорю про то, что в будущем, вот от чего я лично жду большого прогресса, это очень завязано на том, чем я сейчас занимаюсь. Но я действительно ожидаю, более того, я уверен, что очень много открытий, очень много каких-то фундаментальных сдвигов будет происходить в области агротехнологии, ну и вообще агрохозяйства. На самом деле это, с одной стороны, тема болезненная, ну, я имею в виду для нас, для нашей страны. С другой стороны, очень перспективная. У нас есть огромные коллекции разных растений, собранных по всему миру, например, то, что находится у Вира в Всероссийском институте растений. И это очень важный ресурс для создания новых сортов. Тут я, наверное, остановлюсь на этой теме, не буду брать следующую, но попробую объяснить, что имею в виду. Но наверняка вы все знаете всю эту прекрасную дискуссию вокруг геномодифицированных организмов, что есть какие-то странные люди, которые не ходят на фестиваль гик-пикник, которые не любят, что такое, не любят ГМО. Все, кто ходит сюда, ну, сколько раз мы пытались вопрос поднять, почти все, как бы, знают, что такое ГМО, и особого страха это не вызывает. Поэтому я, как бы, сразу захожу с козырей и попробую ГМО покритиковать с точки зрения как раз агробиотехнологии и всех этих прекрасных вещей. Дело в том, что мы сейчас часто сталкиваемся с большой проблемой. Проблема называется монокультура. Дело в том, что как только появляется какая-то удачная сельскохозяйственная культура, которая хорошо и много производит вкусной еды, то эта культура очень часто захватывает все возможные пассивные площади, оставляя мало, как бы, культур, которые не очень конкурентны, в этой конкурентной конкуренции не выдерживают. Такое, с одной стороны, как бы, это не проблема. Ну, действительно, у нас есть супер-классная, там, не знаю, какая-нибудь пшеница, которая все выдерживает и ничем не болеет, модифицированная, перемодифицированная, и все прекрасно. Но, на самом деле, это значит, что мы потеряли кучу сортов пшеницы, традиционных, которые были плохими, кривыми, но, тем не менее, там было большое генетическое разнообразие. И как только с этой супер-классной пшеницей что-то пойдет не так, например, появятся какие-нибудь патогены, которые очень классно эту пшеницу, так как она все генетически более-менее одинаково, будут выносить. Или окажется, что у нас немножко изменились условия. Если до этого мы целиком и полностью, эта пшеница у нас адаптировалась к одним климатическим условиям, окажется, что климатические условия изменились, нужно адаптировать иначе, к другим вещам. А большого пула ресурсов у нас как бы и нет уже. Коллекции у нас закончились, какие сорта брать, непонятно. И, собственно, все. Кажется, что, несмотря на то, что если серьезно, понятно, что генномодифицированные организмы, либо узаконенный вариант, то, что у нас можно делать это редактированные организмы через CRISPR-Cas, это можно. ГМО нельзя, CRISPR-Cas можно как бы. Это, понятно, будущее, потому что многие культуры можно очень сильно увеличив, просто изменив несколько генов. Но тот же самый любимый мной чай, там есть очевидная вещь, которую рано или поздно кто-то сделает в ближайшие 5 лет. У него сильно падает продуктивность, когда он начинает свисти. В этом смысле он уникальная сельскохозяйственная культура, потому что в основном, чем больше цветков, тем всем лучше. Но вот с чаем строго наоборот. Много цветет, мало листьев. Соответственно, очевидная вещь, подавить цветение, чтобы чай не цвёл, но зато давал много листьев. Рано или поздно это произойдёт. Но, тем не менее, если очень сильно угореть по генномодифицированным организмам, особенно если это делать без учёта, продумывания как раз того самого будущего, и без сохранения огромного количества коллекций, которые, на самом деле, жрут очень много ресурсов, то очень сильно снижается биоразнообразие А, и это чревато в будущем, на самом деле, большими рисками. Но это прекрасное, далёкое будущее, до которого ещё нужно дойти. Собственно, ну, про это я говорить не буду. Собственно, на чём я хотел завершить этот рассказ. Дело в том, что, как я и говорил, будущее наступает неравномерно. И для кого-то появляются секвенаторы за 100 миллионов, большие, сложные, классные, которые позволяют решать много сложных проблем. А кто-то умудряется собрать там за 500 долларов простейшую машинку для постановки ПЦР-реакции. И то, и то, тоже будущее. Просто одно будущее происходит в, как это, в мощных исследовательских центрах, другое происходит, ну, в более независимых, в более, может быть, странных и неконтролируемых условиях. Самое главное, что мы должны понимать, что текущие технологии, про которые я говорил, на мой взгляд, это достаточно важные точки роста, которые в будущем так или иначе реализуются, стрельнут, и они будут, ну, они будут. По ряду причин. Либо потому, что они широко распространены, как атомная силовая микроскопия, либо потому, что они позволяют решать много фундаментальных и прикладных проблем, как разные омиксные технологии. Ну, в конце концов, есть много вещей, которые не до конца изучены, их возможное применение, то есть есть технологии, просто мы не понимаем, что из них еще можно вытащить, кроме того, что с них уже делают, как, например, клеточные технологии. Потому что понятно, что создание музыкальных инструментов, это, конечно, такое, может быть, не очень кажется удобным, прикладным, но по факту это тоже важно, нужно, это тоже будет. Естественно, нельзя не думать о том, какие нас ждут глобальные проблемы. Я не случайно говорил про агротехнологии. Почему? Потому что есть хочется всегда. И есть хочется много, вкусно и неочевидно. И, конечно, мне хочется представлять будущее, где каждый может, там, не очень дорого, сделать нужный себе геномодифицированный организм. У себя, грубо говоря, там, в гараже. Я понимаю, что так, скорее всего, не будет. По ряду причин социальных больше, чем каких-то объективных. Но, тем не менее, с агротехнологиями и просто это видно и по текущим, там, не знаю, активностям, которые я наблюдаю в стране, там, как распределяются бюджеты некоторые и прочее, и прочее. И просто потому, что, ну, это действительно большой фундаментальный вызов для всех, для всего человечества, это еда. Сделать эту еду вкусно, вкусной, продуктивной и чтобы ее было много. Вот. Я на этом, наверное, выступление закончу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!